Здравствуйте! В эфире программа «Коммерческие тайны» и я, ее ведущая, Эльми Ражмат. Ему нравится подавать новые идеи и объединять усилия людей. Деньги для него лишь средства для достижения цели. У него есть свой подход, который можно применить в любой области. Сегодня вы узнаете, как построить автомобильную империю и за рулем какого авто ездят казахстанские чиновники. Ким Динг, председатель совета директоров Агромаш Холдинг, родился в 1976 году в городе Алматы. Начал трудовую деятельность в торговле. За годы работы в сфере продаж прошел путь от продавца-консультанта до директора торгового дома. Стоял у истоков создания алматинского филиала Агромаш Холдинг. И так вот, значит, выглядит автомобиль казахстанской сборки. Да, это автомобили, которые мы производим в себе на заводе, которые сделаны специально для казахстанского авторынка. То есть мы специально расширяем продуктовую линейку, чтобы предоставить казахстанскому рынку больше современных. То есть это уже современные автомобили. Давайте, наверное, проверим ваш автомобиль в деле. Наши казахстанские чиновники пересели за руль машин. Слои было сделаны в Казахстане. Остались ли они довольны или были с их стороны какие-то нарекания, просьбы? В частности, может быть, по отделке салона? Ну, на самом деле, больших нареканий не было. Все те автомобили, которые мы производим, они полностью соответствуют всем параметрам, которые предъявляются нынешнему производителю. То есть эргономика, безопасность, комфорт пассажиров. Все это учтено при производстве автомобиля, поэтому каких-то особых нареканий не было. Вообще есть в планах сделать полностью автомобиль казахстанского содержания? Мировое производство идет к тому, чтобы интегрироваться и кооперироваться с разными предприятиями. То есть чтобы не было производства одного продукта. Потому что автомобиль состоит из множества влов и деталей, которые не обязательно производить в одном месте. Рынок казахстанский настолько мал, что если мы будем производить автомобиль полного цикла, то есть все, от двигателя до, например, кузовных деталей, то этот автомобиль будет очень дорого стоить. Ваша оценка сегодняшнего состояния у бизнес-среды? В целом бизнес-среда в Казахстане, я много езжу по странам, как СНГ, так и дальнего зарубежья. Наверное, самая благоприятная бизнес-среда в Казахстане. Потому что здесь государство дает возможность работать бизнесу. Здесь государство дает возможность бизнесу участвовать в построении экономики страны. Человек с четкой целью будет двигаться даже по самой тяжелой дороге. Бесцельный, не одолея даже самый легкий путь. Ищите возможности, а не занимайтесь поиском отговорок. Мы конкуренции не боимся. На самом деле мы стараемся строить бизнес таким образом, чтобы быть конкурентоспособными. Поэтому, исходя из текущей ситуации, я могу сказать, что в настоящий момент мы, например, с точки зрения углубления производственных процессов в части локализации, мы, наверное, в Казахстане занимаем первое место, потому что еще никто в автопроме не продвинулся так глубоко, как мы. Его всегда привлекали скорость и драйв. Наш герой считает, что любовь к экстриму присутствует в любом мужчине. Эта же составляющая играет важную роль и в деловом мире. Ведь правильный и быстрый старт – залог успеха начинающего бизнесмена. Вы отличаетесь от многих представителей бизнес-среды, казахстанской в частности, даже обликом. Это часть имиджа? На самом деле я не очень люблю быть, соответствовать общей номенклатуре. Мне это не нравится, мне это некомфортно. И на самом деле я люблю и нестандартные решения. А были ли у вас периоды полного безденежья? И что для вас значат деньги? Я сразу после школы начал работать. И, в принципе, даже когда общался со своими сверстниками, которые еще учились в институтах, я уже в то время работал. И, в принципе, всегда зарабатывал деньги. Ну, деньги. В жизни были моменты, когда, например, у меня не было работы по разным причинам. В этот момент главное не отчаиваться. Деньги – это, наверное, всего лишь инструмент. Инструмент к определенной свободе. Для того, чтобы быть более свободным, к сожалению, нужны деньги. У вас есть дети? Да, у меня двух детей, да. Кем вы мечтали, чтобы они стали? У меня две дочки, поэтому, может быть, они захотят быть просто счастливыми мамами. Может быть, они захотят быть художниками, докторами и так далее. То есть я бы не хотел навязывать им свои какие-то желания. Поэтому, наверное, было бы для меня одной из таких идей, чтобы они все-таки выбрали сами и были счастливы в своем выборе. Один из признаков современного мегаполиса – это наличие вблизи комфортабельной территории, где представители среднего класса могут позволить себе купить удобное жилье. Не в городе, но с городским комфортом. Недалеко от Астаны находится вот такой вот городок-символ. Как создать и как живется в городе рядом с городом, мы решили узнать у руководителя проекта «Доступное жилье». Добрый день, Олег Викторович! Добро пожаловать, Эльмира, в наш дом мечты. Присаживайтесь. Спасибо. Олег Викторович, расскажите, пожалуйста, о своем проекте и насколько жилье на самом деле доступно. Проект несколько лет назад стартовал при поддержке Акимата города Астаны в рамках государственно-частного партнерства. Все центральные коммуникации, включая канализацию, водопровод, электричество, дороги, тротуары, парковую зону, благоустройство, застраиваются за средства Акимата города Астаны. Мы, как застройщики, должны застраивать дома в качественном виде. Соответственно, цена квадратного метра на сегодняшний день самая низкая в Астане. В погоне за количеством не страдает ли качество? Это самый главный вопрос, поскольку мы продаем не просто дома, мы продаем будущее. Мы сегодня закладываем тот фундамент качества, который выдержит несколько поколений. Первое. Второе. Дома легко возводимые не потому, что мы их строим быстро, а потому что технология строительства быстрая. Эта технология каркасного строительства, она на самом деле была разработана в свое время в Канаде, еще 50 лет назад. Мы ничего нового не придумали. Мы просто взяли те технологии, которые отработаны десятилетиями, и применяем их здесь. Покупая ваш дом, жители могут приобрести земельный участок в размере 10 соток при условии? Земельный участок прилегается к дому. При передаче документов на дом мы также передаем договор выкупа нами аренды у государства на земельный участок. Проект рассчитан на 518 единиц жилья. Площадь домов варьируется от 90 до 136 квадратных метров. На территории коттеджного городка будет располагаться собственная школа и два детских сада. Это комната для младшего ребенка. Это комната для старшего ребенка, скажем так, для тринейджеров. Сколько стоит дом по проекту «Доступная жилья»? Самая минимальная квадратура из наших проектов – это 90 квадратных метров, одноэтажный дом. Цена его 113 500 долларов. Это родительская спальня, самая большая, самая красивая. Насколько рентабельен ваш бизнес, сколько вложили и на сегодняшний день доход. Мы должны балансировать между нашей прибылью и ценой. Проект находится на стадии окупаемости. На сегодняшний день мы застроили 1 третью всего количества домов. И впереди у нас еще 350 домов. Предприимчивый человек всегда найдет сегмент рынка, не замеченный другими. И главное тут – оказаться в нужном месте и в нужное время, не упустив при этом свою возможность. Таков совет от наших сегодняшних героев. А с вами был проект «Коммерческие тайны». До встречи на телеканале 24КЗ. До встречи на субтитры!